Об этом во время встречи губернатор Александру Ткачеву рассказал замминистра природных ресурсов края Алексей Широкий. Концепция закона – это наработки пилотного проекта, который по поручению главы региона начали реализовывать в крае еще в 2008-2009 годах. Предполагается электронный оборот древесины, то есть это чипование, это контроль на всех постах, паровоз древесины и так далее. Поэтому мы считаем, что это наше достижение, кубанское. И, собственно говоря, 1 марта на заседании комитета профильного в Москве были, там, конечно же, этот вопрос отмечался. Глава региона и замминистра природных ресурсов обсудили в целом ситуацию в лесной отрасли края. В частности, Александр Ткачев поинтересовался, как идет борьба с незаконной вырубкой древесины и обеспечивается ли противопожарная безопасность в лесах. Борьба с незаконной вырубкой и, естественно, пожарная безопасность для нас очень актуальна, особенно в курортный летний сезон. Как она организована в этом году, с учетом начала уже курортного сезона? Выставили задачу не допускать пожаров в лесном фонде Краснодарского края. В прошлом году пожаров не было, были возгорания. Я хотел бы в двух словах остановиться о незаконных рубках. 2012 год – это 14,7 тысяч древесины были срублены незаконно, 179 случаев. По 2013 году – 168 случаев, но объем заготовки незаконной древесины упал до раза. В отличие от средней полосы, нам гораздо сложнее добираться, нам сложнее контролировать все-таки горные местности. И то, что сегодня мы достаточно продвинулись в вопросах и незаконной вырубки лесов, и пожарной безопасности, это действительно, хочу отметить, хорошая работа всех наших лесных ведомств краевого уровня. Так что надо так и продолжать. Отдельно губернатор остановился на вопросе восстановления лесов на Кубани. Алексей Широкий сообщил, что ежегодно в регионе высаживают около 1200 гектаров саженцев дуба. Работы ведутся на территории Обширонского, Туапсинского районов и в районе Геленджика и Новороссийска. Особое внимание уделяют высокогорные местности.